Добрый день всем, кто к нам присоединился. Вы смотрите новости. С вами Динара Саду и Хасан Исраилов. Вопрос о налаживании межрегионального взаимодействия Центральной Азии и Центральной Европы было посвящено первое совещание министров иностранных дел в формате «Вышеградская четверка» и «Центральная азиатская пятерка». Переговоры состоялись в Будапеште. Казахстанскую делегацию возглавил глава форин-офиса Кайрат Абдрахманов. Шелпан Нейманбаева о том, что объединяет Европу и Азию. «Вышеградская четверка» в этот раз собралась не в классическом формате. За круглым столом помимо Польши, Чехии, Словакии и Венгрии впервые представлены страны Центрально-Азиатского региона. Участвует и Казахстан. Астану и Будапешт связывают тесные партнерские отношения. А в прошлом году между столицами был запущен и прямой авиарейс. Казахстан и Венгрия намерены и далее углублять сотрудничество, но не только между странами. Задача саммита куда масштабнее – расширять взаимодействие между регионами. Эта тема и стала главной на совещании министров иностранных дел в Будапеште. «Мост между Вышеградскими странами и Центральной Азией должен быть построен таким образом, чтобы добиться взаимовыгодного сотрудничества в сфере экономики, политики и безопасности. Европа нуждается в новых союзниках. Сейчас ЕС переписывает свою стратегию. Мы приветствуем прибывших делегатов. Я считаю, что Центрально-Азиатский регион может стать ключевым в будущем». На встречах бизнес-ланчи и даже в перерывах главы делегаций не упускали возможность обсудить ключевые вопросы. Среди них – расширение экономического сотрудничества, перспективы проекта «Новый шелковый путь». Большое внимание было уделено и сфере образования. Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, выступая на пресс-конференции, отметил, что «Вышеградская группа» и «Центрально-Азиатская пятерка» имеют огромный потенциал для расширения сотрудничества. «Сегодня мы подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего путем углубления экономического взаимодействия и наращивания двусторонней торговли. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сферах энергетики, водного хозяйства, образования, а также эффективного использования транзитно-транспортного потенциала «Вышеградской четверкой» и «Центральной Азии». Участников совещания также принял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В ходе встречи делегаты обсудили актуальные вопросы многостороннего сотрудничества. Можно с уверенностью сказать, что первая министерская встреча в новом формате прошла успешно. Представители «Вышеградской четверки» и стран «Центральной Азии» уверены, что такой диалог поможет активизировать сотрудничество как между странами, так и между регионами. Шулпан Найманбаева, Милослав Валиновский, Хабар-24, Венгрия. Граждане стран ЕАЭС могут получать пенсии в государстве, в котором работают. Эта социальная норма особенно актуальна для Кыргызстана. Более миллиона граждан этой республики находятся на заработках именно в странах-участницах Евразийского экономического союза. Все, что осталось сделать, это согласовать детали будущих пенсионных выплат. Бакачер Машев узнал все подробности. Таалай Акматалиев последние несколько лет трудился в России, работая на стройке. Его среднемесячный заработок составлял 40 тысяч рублей. По семейным обстоятельствам он вернулся на родину и теперь задаются вопросом, попадут ли несколько лет, которые он работал в России, в его общий трудовой стаж. Ведь от этого в будущем может зависеть и его пенсии. И таких, как он, несколько сотен тысяч. По данным властей, сегодня в странах ЕАЭС трудится больше полумиллиона кыргызстанцев, хотя неофициальная статистика еще выше. Человек, допустим, легально работает, значит, он и соцфонд платит, или там какие эти все платить, еще нормальные деньги получать, свободно ходить. Лучше не бывает, допустим. Вот работать легально выгодно, нормально человеку. Газами люди стараются, чтобы легально куда-то где-то работать. Договор о пенсионном обеспечении Евразийского экономического союза обсуждается последние два года. Разногласия возникают в основном из-за того, что в каждом из государств собственные подходы к расчету пенсии, к пенсионному возрасту и системе начисления пенсионных выплат. Кроме того, для того, чтобы знать, кому и сколько платить в старости, нужно, чтобы работодатель делал официальное отчисление в пенсионный фонд. Иными словами, чтобы трудоустройство было легальным. Только в этом случае трудовой мигрант может рассчитывать на какие-то деньги после выхода на пенсию. При этом они уплачивают страховые износы, вернее, работодатель за них производит износы. И благодаря вот этому договору государства, члены союза договорились, договариваются о том, что все вот эти трудовые стажи, наработанные на территориях других государств, союзниц, будут учитываться наравне со стажем, который они нарабатывают здесь, на родине. Предполагается, что евразийская пенсия будет начисляться по принципу пропорциональности, если человек проработал в Кыргызстане 15 лет, а последние 10 лет в Армении, Белоруссии, России или Казахстане, то за эти годы ему будет платить это государство, а за 15 лет – Кыргызстан. К слову, сегодня в Кыргызстане самая низкая пенсия среди государств ЕАЭС – 80 долларов. Для того, чтобы получить эти деньги, мужчинам, живущим в Кыргызстане, необходимо проработать 25 лет, женщинам – 20. После того, как странами ЕАЭС будет принят договор о едином пенсионном обеспечении, у местных жителей появится стимул работать в других государствах Евразийского экономического союза не только из-за высокой зарплаты, но и хорошей пенсии. В этом году исполняется 25 лет с момента подписания соглашения о сотрудничестве между Алматы и Тбилиси. В рамках рабочей поездки в Грузию Аким Алматы, Бауржан Байбек и мэр Тбилиси Каха Каладзе обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере развития городской среды, торгово-экономических связей, обмена опытом. Бауржан Байбек отметил, что в казахстанском мегаполисе сегодня реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов. Большой инвестиционный потенциал для грузинских бизнесменов заложен в сферах логистики, туризма и реализации проекта Smart City. Мэр Тбилиси подчеркнул, что между двумя странами всегда были теплые и братские отношения. Каха Каладзе выразил заинтересованность в нескольких реализуемых в Алматы проектах в сфере устойчивого транспорта и утилизации твердых бытовых отходов. В рамках визита Байбек также провел встречу с первым заместителем премьер-министра, министром экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрием Кумсишвили. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в области туризма и улучшения бизнес-климата. Отмечу, за прошлый год товарооборот между Алматы и Грузией увеличился на 14,5% по сравнению с 2016-м. В городе действует 51 предприятие с участием грузинского капитала в сфере торговли, финансов, строительства и медицины. А тем временем правительство Грузии рекомендует населению переходить на экологически чистый вид транспорта, электро- и гибридные автомобили. Эффективность доказывают на личном примере. В Министерстве внутренних дел, к примеру, уже началось обновление автопарка. С подробностями Анна Анастасиаде. Последние полгода Артур Степанян равнодушно проезжает на своей машине мимо заправочных станций. Он не боится, что поднимутся цены на бензин или топливо вдруг закончатся в самый неподходящий момент. Я очень доволен своей машиной нескольким причинам. В первую очередь нас всех беспокоит тема экологии. Надо начинать заботиться о воздухе, которым мы дышим. И не менее больная тема на сегодняшний день – это топливо, которое стоит довольно дорого. Я об этой проблеме больше не думаю. Правительство Грузии решило максимально поспособствовать тому, чтобы граждане перешли на электромобили. С прошлого года они не облагаются налогом при ввозе в страну. А налог на гибридные автомобили сократился на 60%. Также владельцам электромобилей разрешили бесплатно пользоваться заправочными станциями в Тбилиси. Их пока не очень много, но это обещают исправить. Да что уж там, сам премьер-министр Грузии сказал, что давно пора и представителям власти перейти на экономичные и экологически чистые автомобили. Думаю, что настало время завершить эпоху черных джипов Грузии, поскольку многих это раздражает. Не скрою, что и меня тоже. Это хорошо известная практика. Я думаю, что когда речь зайдет о смене автопарка, мы должны сказать «нет» этому черному цвету. Пришло время экологически чистого транспорта, и в первую очередь мы поменяем автомобили на уровне министров. Реформирование правительственного автопарка началось с сотрудников Министерства внутренних дел. Правительство Японии передало в дар грузинскому ведомству почти сотню гибридных автомобилей и электрокаров. Мы начинаем обновление автопарка патрульной полиции электро- и гибридными автомобилями. Нам передадут 96 единиц гибридных электромобилей, что будет способствовать еще большему повышению качества полицейского обслуживания. В ведомстве отмечают, что это только первый этап обновления автопарка. При этом в правительстве уверены, что переход на экологически чистый вид транспорта будет примером для всех жителей страны. Анна Анастасия Дишалва Сурамелашвили, Хабар-24, Грузия. Вы смотрите Хабар-24 и мы продолжаем. Жители Гондураса вышли на массовые акции протеста из-за визита постоянного представителя США при ООН и Ники Хейли в столице Дегуси-Гальпа. Представители правопорядка использовали слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Информация о пострадавших пока не поступала. Отмечу активисты недовольной поддержкой, которую оказывал Вашингтон президенту страны Хуану Орландо Эрнандесу во время выборов в ноябре прошлого года. Тогда большинство международных обозревателей осудили голосование, назвав их непрозрачными. Однако Соединенные Штаты одними из первых признали победу Эрнандеса. Напомню, по предварительным прогнозам в президентской гонке лидировал представитель от оппозиции Сальвадор Насрала. Но после 36-часового сбоя в почете голосов победа досталась нынешнему главе государства. По меньшей мере, пять колумбийских солдат погибли, еще более десяти ранены в результате взрыва недалеко от границы с Венесуэлой. Об этом сообщили в представительстве армии. По их информации, нападение совершили члены повстанческой группировки армии национального освобождения. Боевики атаковали военные машины на дороге между городами Тейбу и Саласар-де-Лас-Пальма с провинции Северный Сантандер. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос уже заявил, что власти сделают все возможное для поимки виновных. Отмечу днем ранее, армия национального освобождения пообещала прекратить огонь на время проведения выборов в законодательные органы Колумбии в следующем месяце. Власти посчитали такой жест отличным поводом для возобновления мирных переговоров. Как теперь будет развиваться диалог между сторонами, пока не ясно. Сейчас у нас нет сомнений, что нападение совершили члены армии национального освобождения. Прежде чем давать какую-либо информацию, хочу выразить свои искренние соболезнования семьям и близким погибших солдат. Они национальные герои. Угроза потопления частных домов в поселке Аксу по Владарской области в этом году нет, заверяют представители Акимата города Аксу. По периметру поселка провели укрепление действующих дам. Завезено больше двух тысяч тонн грунта. Напомню, более десятка жилых домов в Аксу каждую весну при разливе Иртыша оказываются в зоне риска потопления. Наихудшая ситуация сложилась в 2015-м. Тогда из-за строительства автодороги к новому мосту не были предусмотрены гидротехнические сооружения для регулирования уровня воды. В результате весеннего разлива реки вода хлынула на окраину поселка, после чего в Акимате города Аксу решили вскрыть строящуюся дорогу. Тогда пострадавшим от паводка владельцам домов восстановили поврежденную бытовую технику, мебель и провели ремонтные работы. Через год шлюз построили и угроза потопления этих домов миновала. В этом году заслонки открыли заблаговременно, что успокоило местных жителей. К тому же вокруг их домов были возведены дополнительные земляные укрепления. Своевременное открытие шашандоры обеспечит отвод воды и не даст подтоплению частного сектора поселка Аксу по улице Набережная. Были проведены работы по отсыпке вдоль домов, по улице Набережная. Также завезем грунт в каждый дом, кто просил, отсыпали возле своих домов. Большая часть населения не желает переселяться в новые квартиры, потому что на земле намного, конечно, лучше жить. Потому что здесь же очень прекрасно. При разливе Иртыша заиливаются огороды, потом урожаи очень хорошие. Поэтому не каждый хочет опять переселяться в многоэтажки. Запасы снега ниже нормы. Все реки в зимнем режиме, а толщина льда на них от 30 до 50 сантиметров. Окончательный прогноз по опаводковой ситуации в Западно-Казахстанской области специалисты по ЧАЭС и синоптике готовы предоставить только к середине марта. В резерве ЧАЭС сегодня 1,3 млрд тенге, около 200 единиц техники и более 20 лодок. В микрорайонах города и пригородных поселках, которые затапливают, сделаны водоотводные каналы. Угрозы потопления для них нет, отвечают в областном департаменте по ЧАЭС. 48 эвакуационных пунктов подготовлены для жителей садоводческих хозяйств в поймах рек Урал, Деркул и Чаган. В этом случае их затопление. Там проживают около 14 тысяч человек. В этом году существенные значения по глубине промерзания грунта, которые доходят до 130 сантиметров. Это оставляет потенциал в земле, который также одновременно и препятствует фильтрации влаги в почву. И при обильных осадках вода, она может пойти по поверхности. Резерв в этом году очень большой у нас. Кроме того, и все эвакуационные пункты подготовлены, техника, личный состав наш подготовлен. По области у нас будет работать группировка численностью почти 3000 человек. И техники. В принципе, всего достаточно. В северном Казахстане разгары эпицизонной УРВИ и гриппа. На сегодня разные штаммы так называемого короля эпидемии выявили у 75 человек. Более 30 из них заболели за последние несколько дней. В основном это дети. По словам представителя областного департамента охраны общественного здоровья, гриппующих в тяжелом состоянии в больницах нет. Что касается УРВИ, за неделю вирус подхватили более 1600 североказахстанцев. Отмечу, в этом году эпицизон в области начался позднее, чем обычно. На вакцинацию от гриппа из местного бюджета направили свыше 52 миллионов тенге. Закуплено 60 тысяч доз за бюджетные средства для иммунизации групп РИСКа. Естественно, все 60 тысяч доз были использованы. Но кроме того, еще в нашу область поступило 10 тысяч доз на спонсорской основе. Это одна из фармацевтических компаний дала для иммунизации школьников. Она тоже уже использована была до 1 февраля. В Кокшетау на базе одного из высших учебных заведений заработал консультативно-практический центр по инклюзивному образованию. Сейчас здесь насчитывается более 30 студентов. Будущих педагогов, которые в свободное от учебы время постигают тонкости работы с детьми с особыми образовательными потребностями. Напомню, центр открыт в рамках проекта «Уладалажа Старая» программы «Рухани Жангрум» в планах научные исследования и работа с вузами. Если смотреть по Акмолинской области, на 2017 год, 1 января, было порядка 5 тысяч, 6 тысяч вообще детей из такого контингента от рождения до 18 лет. И свыше тысячи студентов учатся уже в колледжах. Мы рассматриваем эти варианты работы, что они, возможно, могут и дальше нуждаться в специализированных педагогах. Поэтому вопрос об изучении контингента по Акмолинской области и города Кокштал мы всегда ведем для того, чтобы мониторить необходимый количественный состав педагогов, которые должны сопровождать данную категорию лиц с особыми образовательными потребностями. Мне удалось поработать с разными контингентами детьми, то есть с разным возрастом. И я могу отметить, что дети с особыми образовательными потребностями, они более смышленные и более активные. Мы занимаемся волонтерством. На сегодняшний день мы посетили детский садик Айша и школу-интернат номер один. Мы провели волонтерскую работу, поработали с детьми. Для нас это опыт, поскольку до 2019 года в нашей республике будет внедряться инклюзивное образование. И на этой основе для нас это уже какая-то практика. В Славладаре стартовала серия благотворительных концертов. Организаторы выступления – активисты местного славянского культурного центра. Их поддержали художественные коллективы и других однокультурных объединений областной ассамблей народа Казахстана. Первое большое выступление посвятили юной жительнице Априртыши Таисе Крастылевой. У девочки выявлена серьезная патология. И сейчас ребенку требуется дорогостоящее лечение в одной из зарубежных клиник. Концерт прошел в рамках масштабных мероприятий в честь Дня Благодарности. И все собранные средства организаторы передали родителям – годовалой малышке. Такие праздники позволяют нашему населению сплотиться, стать дружнее, интереснее. Так, чтобы наши дни, наши будни, наши входные были наполнены интересными, красочными событиями. Дарите добро друг другу, и оно возвращаться будет вам. И мы привыкли подавать руку помощи тем, кому нужна она. Мы делаем это и для старшего поколения, и для младших. Новую концертную программу «Анджириега Мастана» в честь 20-летия столицы готовит Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы. Запланированы гастроли оркестра по стране, а также за рубеж. Новыми планами и результатами работы за год поделился директор оркестра Нургиса Дауешев. В этом году солисты оркестра с гастрольным турне побывали в Европе и Узбекистане, провели семь концертов в Южном Казахстане. В настоящее время проходит выставка и культурная неделя в честь 90-летия первого казахского дирижера Шамгона Пашгалиева. Как отметил Нургиса Дауешев, оркестр продолжит свою миссию – сохранять и продвигать национальное музыкальное искусство Казахстана в мире. Сейчас в стране действует порядка 100 оркестров. Все они развиваются по разным направлениям. И риск того, что наше национальное достояние претерпит изменения, есть. Цель нашей репертуарной политики – сохранить первозданность казахской инструментальной музыки. В том самом виде, в каком ее создали великие композиторы – Ахмед Жубанов, Шамгон Кажигалиев, Нургиса Атлиндиев. В том виде, в каком их исполнили – Куляш Байсеитова, Бибигуль Тулегенова и Алибек Нишев. На этом пока все. Хорошего дня и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!